Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, с вами Мурат Женкёзов. Наказы избирателей депутатам парламента, размер предельно величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, порядок выпаса содержания и перегона домашнего скота. Эти и другие важные для республики законы и изменения в них обсудили сегодня депутаты парламента на очередной 38-й сессии Народного собрания. Предложения и решения депутатов выслушала Мадина Каракетова. На повестке дня 15 вопросов, охватывающих социально-экономическую и политическую жизнь Карачаева Черкесии. Депутаты обсудили изменения в закон о статусе лиц, замещающих государственные должности в республике, рассмотрели несколько законопроектов, относящихся непосредственно к депутатской деятельности, касающихся рабочих моментов органов муниципальных образований. На нескольких законопроектах депутаты акцентировали особое внимание. Заместитель председателя парламента Карачаева Черкесии Муса Экзеков выступил с докладом о порядке работы с наказами избирателей депутатам Народного собрания. В ходе избирательной кампании кандидаты встречаются, кандидаты депутат Народного собрания парламента Карачаева Черкесии, встречаются с своими избирателями, в ходе которых избиратели задают кандидатам различные вопросы, обращаются с различными просьбами и предложениями, которые являются очень важными для общества проблемами. Законопроектам предлагается новая форма сотрудничества граждан и депутатов Народного собрания в решении обозначенных проблем и вопросов. Данный законопроект будет эффективным, потому что само активное участие избирателей в реализации их же предложений, их же просьб во взаимодействии с самими депутатами будет очень важнейшим явлением в воплощении тех просьб, тех предложений, которые они задавали в ходе избирательной кампании кандидатам. Это повысит эффективность работы депутатов и доверие к ним граждан, считает Муса Экзеков. Приняли в первом чтении депутаты из законопроекта о размере предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно. В 2022 году он составит 14 854 рубля 50 копеек. Один из вопросов, рассмотренных сегодня депутатами Народного собрания, закон о содержании, перегоне и выпасе сельскохозяйственных животных на территории Карачаева-Черкесии. Он предлагает владельцам сельскохозяйственных животных предоставлять о них сведения в администрации сельских поселений, чтобы внести их в похозяйственную книгу. Необходимо это для установления личности владельца сельскохозяйственного животного при участии в ДТП бесхозно пасущегося скота, что в Карачаево-Черкесии, к сожалению, бывает нередко. И этому вопросу было даже посвящено большое совещание с участием депутатов, представителей правоохранительных органов и ветеринарных служб. Поправки к 45-му закону, помимо безопасности дорожного движения, обеспечивают и безопасность ветеринарную. На сегодняшний день, по словам председателя Комитета парламента по аграрной политике Марата Хубеева, это вопрос достаточно серьезный и необходимо принять все меры предосторожности, чтобы препятствовать завезению и распространению опасных вирусов, которым продвижены сельхозживотные. Поправки также защитят интересы владельцев сельхозугодий. И от них много жалоб на то, что бесхозно пасущийся скот уничтожает весь урожай, а установить, чьи животные бесчинствовали на угодьях, зачастую не предоставляется возможным. Я надеюсь, что с введением этих поправок у нас статистика, я скажу так, печальная статистика с участием сельхозживотных на дорогах уменьшится. У нас будут меньше жалоб со стороны владельцев сельхозугодий на то, что их сельхозучастки становятся предметом набега со стороны бесхозно гуляющих сельхозживотных. Ну и, конечно же, мы учли, повторюсь, рекомендации управления ветеринарией по Карачаево-Черкесской республике, которые нашли отражение именно в этих поправках. Марат Хубиев рассказал, что в процессе подготовки поправок в закон была проведена большая работа внутри комитета с привлечением всех заинтересованных лиц. Прозвучало много интересных предложений, которые в последующем также будут обсуждены и, возможно, реализованы на законодательном уровне. Мадина Каракетова, Мухаммед Ишибуков, Вести, Карачаево-Черкесия. Сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии собрали гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Работники экспертно-криминалистического центра присоединились к данной акции. Полицейские на добровольной основе собрали продукты питания, лекарства, одежду, игрушки, предметы гигиены и товары первой необходимости. Закупленные товары были упакованы и переданы в пункт приема гуманитарной помощи в Черкесске для дальнейшей отправки нуждающимся. Вести из Оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Карачаево-Черкесии выздоровели 16 человек госпитализированы. Сейчас время прогноза погоды, после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии без осадков ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 5-10, в горах минус 1 плюс 4, а днем 20-25 градусов тепла и местами до плюс 16. В Черкесии без осадков ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 8-10, а днем 22-24 градусов тепла. Меня зовут Проценко Виталий Викторович, я врач-анестезиолог, альголог. В последнее время изучаем и занимаемся лечением боли. Хронической боли, острой боли, боли, связанной с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль, мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы продолжаем наш выпуск в прямом эфире. В Черкесии полицейские выявили иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность. В ходе проверки установлено, что 7 граждан из Республики Азербайджан и 1 гражданин Узбекистана работали в качестве штукатуров на объекте капитального ремонта без патента на работу. Правонарушители привлечены к административной ответственности по статьям Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации И нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока обращения за выдачей патента. Сотрудники управления по вопросам миграции возбудили дело об административном правонарушении и проведение расследования в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкции статьи подразумевают назначение административного штрафа на иностранных граждан в размере 2 тысячи и 10 тысяч рублей соответственно. Также в ходе проверки установлены события состава административного правонарушения неизвестным юридическим лицом по факту привлечения незаконной трудовой деятельности иностранных граждан. Управление по вопросам миграции возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования. Санкция статьи в отношении юридического лица подразумевает назначение административного штрафа в размере от 250 до 800 тысяч рублей. В нашу республику с приятной миссией прибыла делегация из Абхазии. Возглавил ее советник президента Абхазии Нукзар Логуа. Встретили гостей из страны души Абсны Ваули Альбурган. О том, кто прибыл и с каким поручением, расскажет Альбина Ламкова. В состав делегации, возглавляемой советником президента по науке и культуре Нукзаром Логуа, вошли министр культуры Дауркова, депутат парламента Дмитрий Маршани, советник президента Республики Абхазия по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмак Аджинджал и общественный политический деятель Абсны Беслан Кабахи. Прибыли гости для того, чтобы вручить государственные награды за вклад в развитие и укрепление связей двух стран по поручению президента Республики Абхазия Аслана Бжания. Безусловно, когда есть у нас такие поручения, тоже это еще больше украшает нас. Мы один народ, мы строим одно общее целое, и мы должны двигаться уверенно вперед. И я думаю, что мы достигнем своих целей. Для нас культурные связи чрезвычайно важны, потому что именно на этом, что у нас единая культура, единая духовная связь, единая связь наших предков, на этом строится все основное. Поэтому я очень рад, что уважаемые наши коллеги в течение многих лет поддерживают, приглашают к себе и дают оценку работе наших коллег. Первое в почетном списке награждаемых председатель национально-культурной автономии Абаза Ставропольского края Армида Чагова. Ей вручили почетный орден Ахидз Абша. Я понимаю, что эта награда не чисто моя, это награда всей нашей общественной организации, огромной работы, признание нашей огромной работы, которая проводилась в течение 10 уже лет. В этом году мы празднуем свое десятилетие, и мы подводим итоги. И вот эта награда просто вовремя пришла. Свою награду и почетное звание заслуженный артист Республики Абхазия, присвоенное художественному руководителю Театра танца Республиканской филармонии Мурату Гагиеву и танцору-воину-добровольцу Анзору Озову. Работники культуры Анна Комаревцева и Елизавета Козел получили звание заслуженная артистка Республики Абхазия. Затем после официальной части, к 158-й годовщине окончания Кавказской войны, гостям показали спектакль «Горсть земли» по одноименному роману классика абазинской литературы Бимрзы Тхайцухова. В заключении встречи вместе с главой района Русланом Кужевым обсудили проблемы сохранения развития языка и культуры абазина-абхазского этноса. А на следующий день в районной библиотеке аула Псыш прошли шамбовские чтения, посвященные памяти ученого, абхазского и российского государственного деятеля, создателя Международной ассоциации абхазско-абазинского народа Тараса Шамба. Альбина Ламкова, Фатима Хунова, Руслан Харченко, Вести Корчаева, Черкесия, Абазинский район. Книга воспоминаний «Войны-интернационалисты о боевых бутнях» в Республиканской библиотеке имени Халимат Байрамуковой прошла презентация поэтического сборника «Багряный рассвет». Руководитель оригинального отделения Общероссийской общественной организации «Союз ветеранов войны в Афганистане» Иссе Али Мамчуева. На его стихи сложено множество песен, которые не один год исполняются ветеранами Афганской войны в разных уголках России. На презентации сборника побывал наш корреспондент Алихан Лепшоков. В поэтический сборник «Багряный рассвет» руководителя оригинального отделения Общероссийской общественной организации «Союз ветеранов войны в Афганистане» Иссе Али Мамчуева вошли стихи, посвященные своим боевым товарищам. В нем воспоминания об афганской войне. В своем творчестве Иссам Мчуев постарался передать героизм и храбрость советских солдат и офицеров. Собравшиеся дали высокую оценку работы, направленной на патриотическое воспитание подрастающего поколения и за воинский подвиг воина-интернационалиста. Ценность данной книги именно заключается в том, что автор все это пережил сам, увидел своими глазами. Он был там, где представители разных национальностей и одной большой страны держались друг за друга, как члены одной семьи. И, выполняя свой воинский долг, они прикрывали друг друга, сражались, как львы. Исс Али Мамчуев является настоящим патриотом и имеет прекрасный талант организатора. На презентации собравшиеся могли послушать песни на его стихи. В книге Мамчуева отражены судьбы его друзей и сослуживцев. Прочитав стихотворение через призму слов, можно увидеть истинную картину афганской войны. Что касается Исы Мусаевича, мы с ним не один год проработали. Он был, конечно, чуть помоложе. Такой же, но только такой же неумный, такой же инициативный, но при этом такой же ответственный, такой же честный, такой же порядочный. На мероприятии учащиеся 6-й школы Черкеска прочитали стихи Исс Али Мамчуева. Абарт Сергей Зацепин исполнил песню об афганской войне на стихи самого поэта. Нас ловили в прицел, часто в спину стреляли, Но мы шли, выполняя отчизны приказ. И теперь шурави, третий тост поднимая, С болью в сердце опять вспоминаю о вас. После сам виновник торжества рассказал о работе над книгой и выразил благодарность всем, кто принял участие в издании сборника и в организации презентации. Исс Али Мамчуев вручил медали от Союза ветеранов войны в Афганистане, директору третьей школы Узжигуты Татьяне Черняевой и кандидату исторических наук Шамилю Батчаеву. Участник более 70 крупных боевых операций в разных провинциях Афганистана рассказал, что в своем поэтическом сборнике он постарался показать стойкость и героизм воинов-интернационалистов. Здесь не только афганская война, здесь и романтические есть стихи, песни и, соответственно, про город Узжигуту, про школу, в которой я когда-то учился, про свою дочку, свою город, про свою семью, про своих родителей, соотношение про своих друзей и про свой народ. Также на мероприятии представлены две выставки «Афганистан. Живая память» и из личной библиотеки Мамчуева, где много интересных книг не только из регионов нашей страны, но и из стран СНГ. Алиханеп Шоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева, Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер с Владимиром Соловьевым». Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова